Ученик. Мне, батюшка, помысл говорит, что можно еще подождать, утруждать себя разными подвигами о спасении души. Старец. Этот помысл от врага. Почему мы знаем, когда приидет час нашей смерти? Враг и мне говорит сейчас, вот что и ты говоришь. Тогда начнешь подвязаться, когда тебе исполнится в монашестве 40 лет. Вот. Видишь ли, вот каких, с какими седыми головами обманывает. Следует заметить, что отец Александр и действительно не дожил до 40 лет в монашестве пяти дней. Ученик. Батюшка, мне некоторые говорят, что надо жить посвободнее и что стеснять себя не должно. Старец. Это говорят те люди, у которых не согрето сердце. А у кого оно согрета, тот не скажет этого. Ученик. Весьма прискорбно и болезненно бывает слышать от людей. Погоди-ка, еще не то с тобой будет. Думаешь, что так и проживешь, то есть так же подвязаться будешь. Вот и мы сначала так же подвязались. А вот посмотри на нас, какая с нами перемена. То же и с тобой будет. Или когда указывают на прочих людей, из которых многие потеряли ревность и ослабели. Старец. Хотя есть корабли, которые претерпевают окрушение, но многие пристанища достигают. Да, прискорбно и болезненно бывает это слушать. Это говорят слуги сатаны. Сам он мыслями смущает и потом научает людей, дабы ослабить ревность ко благочестию. Нужна бывает сильная помощь Божия. Надо удаляться от таких людей и бегать. Господь нас сотворил и добрыми, и благими, но большей частью через людей научаемся всякому злу и неправде. Ученик. Батюшка. Доколе может стоять человек в добродетели? Старец. Да то ли, доколе умом своим от Бога не отступает? А то, как муха в сметане погибнет. Ученик рассказывал. В одно время прихожу я к старцу и говорю. Батюшка, поздравляю вас с праздником. Старец ответил. Тогда у монаха праздник, когда на душе его от рада бывает. И при этом старец рассказал из жития преподобного Пахомия Великого, как старец его, преподобный Паламон, ударил себя рукой в лоб, говоря, «Господь мой Иисус Христос был распят, а я хочу вкушать с маслом». И простоял на молитве три дня. При этом старец прибавил ученику своему. Вот чадо и праздник. Ученик. Батюшка, а всегда ли бывает на душе от рада? Старец. Если бы всегда была от рада на душе, то мы бы забылись, а когда у нас ее нет, тогда начнем ее искать. Ученик. Батюшка, простите меня и помолитесь. Все что-то плохо живется и ничего не прибавляется к моим добрым делам. Старец. Больше молчи и не внимай никаким помыслам, даже и добрым, никого не осуждай и не раздражайся. Авва Арсений сказал одному брату, молчи, непрестанно молчи. Ученик. Батюшка, я вижу, что не имею смирения. Во всякое доброе дело вмешивается помысл тщеславия. Очень скорблю об этом. Старец. Оставь слезы. Лучше смиряйся. Я расскажу тебе случай. Ко мне пришел один клиросный брат и сказал про себя, что он имел такой дар слез. Однажды, говорил он, стоял я с братьями посреди церкви на пении и не мог удержаться от слез. Вдруг вижу видение. Матерь Божия стоит на воздухе. Пред ней на коленях стоял монах. И просил помилование. Она, показывая на меня, сказала, вот, проси его, он достоин, я послушаю его. Вот видишь ли, враг везде строит козни, и слезы не всегда бывают полезны. То есть нужно иногда не плакать и не жаловаться на помыслы, а терпеть и бороться с ними, так как удивляться и сильно смущаться при каждом явлении помыслов, свойственно человеку при неправильно высоком мнении о своей чистоте, от которого и происходит печаль и смущение. Ученик, батюшка, простите мое любопытство, были ли вам в жизни ваши какие-либо страхования или видения? Старец, были помыслы, враг говорил мне, ты чудотворец, но я ограждал себя крестным знамением, самоукорением говорил себе. Может ли быть, чтобы великий грешник был, когда чудотворцем, и эти помыслы скоро всегда проходили? Или псалом говорил, Боже, в помощь мою ванми? Ученик, как же в прежние времена были святые мужи, как преподобный Антоний Великий, преподобный Сергий и другие, которым были видения и страхования? Старец, они жили тогда в глубокой пустыне и людей не видели, а если видели, то мало, а мы живем в общежитии и боремся общими силами. Господь не попускает нам искушений, сверх сил наших. Один ученик старца, придя к нему, говорит, Батюшка, помолитесь обо мне, я сильно обуреваем помыслами. Старец ответил, терпи, чадо, и Господь тебе поможет. Я бы и сам рассказал кому свой помысл, чтобы получить наставление и утешение. С тобой борется простой бесенок, а к нам приступают князья бесовские. С ними борьба и страшнее, и опаснее. При этом старец начал отирать рукой ланиты и глаза свои, наполненные слезами. Когда старец сказал одному ученику, если бы кто знал, какие враг делает усилия, чтобы отклонить человека от молитвы и от добродетели вообще, что он готов для того дать человеку все сокровища мира, то ученик спросил старца, Батюшка, неужели такую враг имеет силу и власть? Старец ответил, от врага сила не отнята, как мы видим из жития преподобной Евдокии. Когда архангел Михаил вознес душу преподобной Евдокии на воздух, тогда явился страшным образом и говорит архангелу, оставь ярость и послай немного узы, которыми я связан. Увидишь, что я в мгновении ока истреблю от земли человеческий род и наследие его не оставлю. Видишь ли, что силу он имеет, только власти не имеет, даже и над свиньями, как видно из Святого Евангелия. Старец ставил внутреннюю молитву выше всех других добродетелей. Один ученик сказал старцу, «Батюшка, простите меня, я очень мало работаю для обители и скорблю о том». Старец ответил, «Не заботься о том, а больше работай над душой своей». Зачем пришел сюда, чего искать, не спасения или души? И на вопрос ученика, «Батюшка, как исполнить слово Евангелие? Был болен и посетили меня». Старец ответил, «Не заботься о сем. Посещай свою душу, усердный ко Господу Богу молитвой, ибо душа твоя больна». Старец не предписывал иметь при молитве какое-либо определенное положение тела. «Молиться, — говорил он, — можно и сидя, и лежа, и ходя, и одному, и в присутствии других, чтобы ум внимал тому, что говорится устами, а не о другом, чем мечтал». Так, когда монахиня Калисфения высказывала старцу, «Батюшка, иногда хочется помолиться, а при товарке я стесняюсь, еще скорблю, что не имею умиления», то старец ответил, «Можешь молиться при единодушной товарке, если и она желает спастись. Сядьте обе и творите молитву Иисусову, придет и умиление». Один из учеников спрашивал, «Не грех ли молиться сидя и лежа?» Старец отвечал, «Нам, старцы, говорили, хотя бы вверх ногами дотворить молитву. Многие понемыщи лежа творили молитву, да бесов стоящих побеждали полки». Еще спрашивал старца один ученик о том, часто ли зажигать ему лампаду в келье. Старец отвечал, «Надо зажигать лампаду своего сердца, чтобы оно горело любовью ко Господу Богу». Говорил также старец, что молиться можно иногда устами, иногда умом, держа внимание ума в сердце. Когда изнеможат ум и сердце, для отдохновения творить можно молитву устами, выговаривая слова молитвы вслух, чтобы сердце чувствовало. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова